Как Вас зовут? Зовут меня Антон. А, меня Артем. А сегодня я решил узнать людей, вот как они думают, кто главный союзник для России? Главный союзник для России, наверное, это сами граждане, которые населяют нашу страну. Вот, только вера в себя, я думаю, сулит нам будущее, светлое будущее. На самом деле у меня много друзей, как китайцев, так и европейцев. И Китай, да, нас любит очень, но они не являются союзниками, они помогают, да, но они, блин, как правильно выразиться, они держат некоторый нейтралитет. Поэтому, поэтому лично я считаю, что они... Если честно, я союзников уже вообще не вижу. Ну, я не считаю то, что Китай это надежный союзник. Мне кажется, уже со всеми отношениями испорчены. Ну вот недавно же встреча была там с Си Цзиньпинем. Какие-то там вопросы... Я не верю в это, к сожалению. Я в Путина не верю. Ну, мне кажется, то, что Си Цзиньпинь приезжал в Россию уже показатель того, что он главный союзник. Ну и ко всему прочему, если мы говорим про отношения России и США, они никогда не были положительными в истории. Ну, за исключением, может быть, второй мировой войны. Ну, если мы говорим про Вторую мировую войну, мы, конечно же, можем сказать, что Россия и США были союзниками. Но, если мы, например, говорим про ситуацию с Хиросимой и Нагасакетой, где потом, после многочисленных, после долгого длительного времени в Японии выставили такие отношения, что в бомбардировке виновата Россия и США, ну, уже показатель того, что у нас не очень хорошие отношения. С Китаем у нас были достаточно положительные отношения, за исключением, может быть, Дамасского конфликта на острове Даманске. Но это был единственный, возможно, конфликт, который можно считать отрицательным в истории русско-китайских отношений. Сейчас у нас, конечно, развивается даже тот же показатель, то, что у нас москвичи стали делаться при поддержке Китая. Это тоже показатель наших хороших отношений. Ну, Китай – это однозначно союзник, я думаю. Я особо в политике сам не сильно понимаю. Но насчет США я к ним, как к гражданам, я плохо не отношусь. Я знаю, что есть люди, которые хорошо относятся к России. Также есть, которые плохо. Но как стране, да, не особо мне нравится их политика, то, что они вообще делали. А как Ирак начался, как они вторглись туда. То есть вот так. То война во Вьетнаме, то война в Сирии. Ну, что это вообще? Что они хотят нас подмять? Не получится. Путин наш. Молодец. Ну, как думаете, вот от Китая не стоит какой-то тоже подлости бояться, что он восходится нашим положением? Ой, вы знаете, сейчас от близких-то можно что хочешь ожидать. Все может быть. Потому что вот этот Эрдоган, Эрдоган, да. А он тоже какой-то подленький, скажите, турецкий. Или Макрон. Вроде как и с Путиным хочет переговорить. И в то же время какая-то вот идет от него подлость неприятная ему, товарищ. США или Китай? На самом деле довольно сложный вопрос. Но, наверное, скорее США. Ну, я не очень верю Китаю. Лично мое ощущение, что они пытаются обмануть всех всегда и везде. Ну, реально во всем. Пытаясь украсть там технологии, украсть... Да все. Ну, просто все. Ну, я не верю Китаю совершенно. Очень провокационный вопрос. Ну, я думаю, этот ответ очевиден. Из этих, если только, как будто вариантов мало. Да. Есть страны BRICS, есть другие различные... Иран наш союзник. Шахиды 136 подтверждают. Я, возможно, сейчас скажу очень непопулярное мнение, но... Мне кажется, что Европа и США гораздо более близкий союзник для России, чем тот же Китай. Ведь в те же 90-е Америка помогала нам гораздо больше. Она предоставляла нам продовольствие. Она сильно помогла сгладить углы того кризиса, который произошел в то время. И только поэтому, мне кажется, это наш главный союзник. В то время как Китай, по большей части, номинально считается нашим союзником, но фактических действий он не принимал не тогда и не принимает сейчас. Зависит от целей, которые мы ставим. Если у нас цель, скажем так, победить в некой преступной войне, имя, которое я не буду называть, и где она происходит, я тоже не знаю, но вот что-то слышал, то в таком случае странно рассматривать Европу и Америку в качестве союзников. Если же у нас цель построить условно называемую прекрасную Россию будущего, то тут тоже не стоит ориентироваться на союзников, нужно рассчитывать просто на свои силы. А если речь про равные отношения, то Китаю это просто не интересно, потому что Китай может с Россией разговаривать с позицией силы. Россия с Китаем не может разговаривать с позицией силы, то есть мы просто не в равных отношениях, чтобы союзнические отношения выстраивались. Ну, понимаете, если мы говорим про зависимость, конечно, можно сказать, что мы становимся заложниками ситуации, мы становимся заложниками их ресурсов, их помощи. Тем не менее, это не так плохо, потому что, возможно, нам нужен какой-то толчок для развития, когда у нас ограничены абсолютно все отношения, санкции со стороны Запада и США. И нам нужны союзники. Но если мы говорим про то, что Китай единственный союзник в России, это не так. Например, тот же самый Иран или Индия, или даже можно сказать Турция, несмотря на то, что Эрдоган сейчас мечется из страны в сторону, но все-таки Турция может считаться нашим союзником. И у нас очень много союзников на Востоке. И даже несмотря на то, что Южная Корея находится в зависимости от США, мы все равно можем сказать, что они продолжают экономические отношения с нами. У нас действительно зависимости. Китай больше независим от нас, нежели зависим. И в позиции союзник или не союзник в Китае не 100% на нашей стране. Для того, чтобы быть союзником, у тебя должны лоббироваться общие интересы. Какие конкретные интересы и за что мы все вместе боремся с Китаем? Что у нас такого общего, что мы за это боремся, чтобы они были нашими союзниками? Что нас объединяет? Вот вопрос. Какие вообще видите прогноз через год, через два, что будет в мире? Ну, судя как астрологи прогнозируют, что будем процветать в 32-й год. Посмотрим, исполнится это все или нет. А что должно исполниться? Ну, что будем процветать. А исполнится это все или нет, кто не знает. Ну, как думаете, есть вообще какая-то возможность с Европой и Штатами наладить отношения, чтобы мы тоже с ними были? Ну, если только они поймут, что мы сила, мне так кажется. Если они поймут, что мы сила, они сами должны убедиться, что нас голыми руками не возьмешь. Я так думаю. Ну, а что они не знают, что ли? Мы же ядерная держава, крупная страна. Ну, Путин-то молодец. А тем не менее лезут. Вот уже наши территории обстреливают. В Брянск и Тулу. Вот мы были на экскурсии в Брянске. Уже и туда. Какое они имеют право? Дрон прилетал. Сейчас показывали в Твери. Дроны что-то там повредили. Здание, школу. Ну, куда это годится вообще? Уже лезут на нашу территорию. Зачем это нам нужно? А с Китаем? А там ничего не слышно. Я понимаю то, что внутри тоже целая куча. Своего идиотизма есть. Своих проблем есть. Но хотя бы их не слышно снаружи. И это не настолько заметно. Именно почему бы и нет. Тоже достаточно неплохой вариант. Но либо ты за партию, либо ты вообще никак не появляешься в информационном поле. Ну а что в этом нехорошо? А это нехорошо, когда есть какая-то конкуренция, когда люди могут? Нет. Это не то, чтобы хорошо тоже. Но это не самый плохой вариант. Ну вот. Вся дозволенность, дети определяющие свой пол и так далее. Ну я пожалуй выберу лучше коммунистическую партию. С таким подходом. Вот. А так, не. Естественно там тоже своих идиотизмов и своих перегибов хватает. Но в этом смысле в России все гораздо лучше. У нас и нету этих истерик. И нету высочайшей цензуры. Так что, вполне норм. Ну а хотелось бы быть в союзе с западными странами? Мы уже это прошли, кажется. Мы уже всеми силами, 30 лет стараемся быть с ними союзниками. И что мы получили в результате? Мы все делали, мне кажется. И нефть, и газ, и открытость, и рынок, и не знаю чего тут. У них только, они как-то себя видимо очень высоко ценят. И видят только свое превосходство над другими людьми. И относятся без уважения. Тем более к России. Но все-таки страны это довольно развитые. То есть они там много всего производят. У нас даже в стране продается много товаров там из США. Ну это мы и позволили так. Поставлять им сырье, чтобы они производили товары, а мы у них покупали. Это вот такая политика, так сказать, недальновидная, которая была у нас осуществлялась. Если бы мы думали немножко о своей стране и ее развитии, мы бы развивали свою электронику, свою промышленность. Я думаю, что мы это все можем сделать. Мы, можно сказать, их вырастили. Причем, конечно! Моих не знал. Им vuelta в Каль rejected школе. Лучше менялась. Это класс. Я не растучил экразyangST breeds и политически. Причем, я думаю, когда BIG-ilik и политически всё-таки там взяли? Ээээээээээ. То есть какие-то я хочу тебе уважать.